Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами коротко поговорим о панкреатите. Это совершенно не вся информация о панкреатите, естественно, мы можем говорить о нем бесконечно. В понимании панкреатита главное понять основные тезисы, которые каждый пациент, у которого нашли панкреатит, должен знать. Дело в том, что множество каких-либо рекомендаций, они делаются, исходя из личного анамнеза пациента. И вам, дорогие друзья, они могут быть не нужны, потому что даже вы можете просто запутаться в этой лишней информации. А вот что для пациента с панкреатитом крайне важно понимать и знать, я вам сейчас расскажу. С вами доктор Кравцев и сегодня мы разбираем панкреатит. Панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной железы с возможным вовлечением окружающей ткани. Может проявляться болями в верхней половине живота. Да, панкреатит – это нарушение функций поджелудочной железы, а именно выработки пищеварительных ферментов и гормонов. Дорогие друзья, а теперь давайте, соответственно, разберем вот что. В понимании такого, скажем, патогенеза панкреатита для пациента достаточно знать, что в поджелудочной железе вырабатываются ферменты. И когда эти ферменты у нас как бы оказываются заперты и не выбрасываются в 12-перстную кишку, они могут активизироваться в самой железе. Что, собственно говоря, и вызывает воспалительный процесс, который принято называть панкреатит. И многие на этом успокаиваются, потому что если у вас нет этих болей в животе, а на УЗИ вам написали, у вас панкреатит, вот у меня целая стопка здесь лежит, Исследование, вот поверьте мне, каждый, соответственно, человек здесь с панкреатитом, это потому что лично мои пациенты здесь лежат. Только мои, только те, которые системно ходят, наблюдаются. То есть это не все карты нашей клиники. В чем суть? Суть в том, что панкреатит у нас вызывать, в первую очередь будет вызывать и провоцировать диабет второго типа. Если это какие-то острые рецидивирующие формы панкреатита, там может быть и первый. И об этом должен помнить пациент. Также он должен помнить о том, что у него низкий уровень ферментации. Во-первых, сдавать анализы должен не только на глюкозу, потому что все, кто боится диабета, они быстренько гуглят. Написано, идите сдавать глюкозу, сдают глюкозу, непонятно, какие цифры видят по-разному. Но очень часто можно ошибиться. Также можно ошибиться со старыми советскими референсами инсулина. Пишут, 24 это норма, 24 или 20, я считаю, ну и не только я считаю, в советское время была такая рекомендация госпитализировать таких пациентов. И нормальный уровень инсулина должен быть никак не 20, а вот как есть в одной из лабораторий, не буду рекламировать, очень дорогой, там современные референсные значения. 10 пишут, и я с этим согласен. То есть 10 это патологическое, да, все что выше 10, патологический уровень инсулина. А вот где-нибудь 5-6 это вполне себе нормальный, естественный уровень. И есть некая акцентуация в сторону заболевания, субклинические проявления, если у вас его 8 или 9. Вот. Соответственно, таким образом даже рост инсулина свыше 7 нужно уже как-то, соответственно, профилировать. Как минимум питанием и приемом каких-либо БАДов. То же самое с ферментами. Соответственно, есть риск, в первую очередь, сибра. Сибр будет осложнять все панкреатиты, а панкреатит может быть и аутоиммунным. Сибр очень сильно осложняет аутоиммунные заболевания. Поэтому мы сдаем ХМС по Осипу, гасим микробиоту тонкого кишечника, патогенную. Но также в этом ХМС по Осипу, для тех, кто не знает, что анализ, подсказка будет в конце видео на анализ. Так и называется это видео ХМС по Осипу. Посмотрите. Там есть, если вы откроете сам анализ, плазмологен и эндотоксин. Значит, два показателя. Мы на них ориентируемся, потому что воспалительные процессы в поджелудочной железе, такие острые, могут вызывать интоксикацию. И следствие этих интоксикаций может быть то, что, соответственно, у вас вплоть до образования энцефалопатии. То есть, если очень просто, деятельность вашего мозга будет безвозвратно ухудшаться. Дорогие друзья, интоксикации – это плохо. А еще хуже – системные интоксикации. А если учесть то, что каждый из вас, третий, наверное, курит, то ваши, соответственно, воспалительные процессы в поджелудочной железе на фоне вашего курения не приносят пользы вашему организму. И вы можете запросто заработать такую болячку на ваш мозг, что, соответственно, уже, так скажем, панкреатит ваш, даже с боли на животе, возможно, не будет вас беспокоить, как и многие другие социальные проблемы. Вы будете радоваться ложечке, солнышку и травке. Может быть, для кого-то это и есть, так скажем, путь определенный. Поэтому подумайте, может быть, оно так и лучше. А для тех, кто, соответственно, хочет жить в нашем суетном и бренном мире и воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле, я призываю следить за уровнем плазмологена и эндотоксина. Это важно, чтобы мозг у вас нормально работал. Всякая гадость не скапливалась. Значит, следующее, что хотелось бы сказать сейчас по шпаргалочке, посмотрю. Индекс HOMO-IR я вот здесь написал себе, то есть это индекс инсулин-глюкозы. Я в каждом видео про него проговариваю безумно-безумно. Он важен с панкреатитами. И фактически на практике не отделим диабет второго типа от панкреатита. Какая-то форма или преддиабета или диабета инсулинорезистентности у вас будет. И какая-то форма СИБРа, как правило, будет. Потому что каждый второй в этих картах, как я вас заверяю по статистике, особенно когда идет генетически детерминированный панкреатит, вот мы видим изменения в желчном пузыре, чаще перегибы. Соответственно, желчь в организме является естественным антисептиком. И у вас и так ферментация нарушена, а это повышенное гниение, да? Еще и, соответственно, естественный антисептик, который должен поступать в кишечник, не поступает. На фоне этого СИБР просто обязан быть. Его не может не быть. СИБР есть. И, соответственно, вот, в принципе, все, что я здесь хотел сказать. Сейчас я посмотрю. Да, все. Вот. Это вся информация. То есть, резюмируя информацию, мы проверяем индекс хомоаир, мы проверяем гипазу, мы проверяем амилазу, мы проверяем панкреатическую властазу в кале. Все это дело смотрим. Соответственно, и также каждые 3-4 месяца, особенно если у нас все-таки какие-то формы панкреатита, которые либо провоцируют нарушения по типу диабетического, либо, соответственно, тем более вызывают даже боли какие-то. Мы каждые 3-4 месяца делаем либо УЗИ, а лучше МРТ. В динамике смотрим. Опять же, нужно понять, не имеется ли у нас аутоиммунный характер. Это отдельная тема, история про антитела и так далее. Такая несколько иммунологическая. Напишите мне в комментариях, если есть кому меня смотреть, есть кому это интересно. Может быть, про антитела. Может быть, мы даже снимем с иммунологом этот выпуск. Она когда-то давно приходила уже ко мне в гости на канал. Может быть, еще придет. Поэтому мы снимем про антитела. Может быть, тоже выпуск отдельно на эту тему. Как иммунология затрагивает панкреатит. Дорогие друзья, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Подписывайтесь на канал. Пишите мне, пожалуйста, комментарии. Лайки тоже будут очень-очень неплохо. И, конечно же, я желаю всем вам здоровья.